здравствуйте дорогие зрители сегодня у нас будет обзор одного очень популярного автомобиля как на рынке беларуси так на рынке россии его скупили многие автопарки скупили многие семьи так давайте сегодня попробуем разобраться по праву ли это автомобиль занимает первой строчке в продажах или это хорошо спланированный маркетинговый ход и так теори поехали целом вы можете из мотора 1 на 4 литра при желании получить мотор 1 6 литра это приятно если мы говорим про volkswagen polo это не блин вообще крысы не знаю как они это делают опции те же самые но называются они по-разному что касается надежности этих моторов на пробегах там 50 100 тысяч километров вы уже можете столкнуться с этой проблемой на больших скоростях например на трассе машина начинает рыскать одна из самых больших проблем этого автомобиля то что вот прям колбасит просто езжайте в ближайший салон официального дилера и покупаете такой автомобиль давайте разберемся начинка этого автомобиля здесь возможно всего два мотора первый мотор на 1 и 4 литра мощностью 100 лошадиных сил второй мотор на 1 и 6 литра мощностью 123 лошадиной силы и имеющий 150 ньютон метров крутящего момента так вот в чем же отличие этих моторов в принципе она минимальна у них разный коленвал и разные поршни все то есть моторы именно вот имеют одинаковую базу и в целом вы можете из мотора 1 и 4 литра при желании заменив нужные части перепрошив мозг получить мотор 1 и 6 литра без каких-либо существенных изменений и это действительно интересно если вдруг все-таки у вас мотор 1 и 4 литра вышел из строя на например нам повиски тезодиры еще что-то и вам нужно лезть мотор почему бы собственно и не сделать мотор более мощным проблему этих моторов очень схожи и расход топлива в принципе тоже практически одинаковый единственная разница в мощности а мощности как мы знаем много не бывает что касается мощности мотора 1 и 6 литра и и здесь хватает впритык поэтому не надо думать что вам хватит мотора 1 и 4 литра если у вас например большая семья или если вы как-то любите нагружать автомобиль там часто ездить и на даче власти тоже картошку еще что-то поэтому вам конечно предпочтительно будет отдать свой выбор мотору 1 и 6 литра потому что на него спокойнее выйдете на трассу где-то где-то хватит времени перестроиться встроиться в клинице ну в целом машине как-то приятнее ехать с мотором 1 и 4 литра вы можете всегда попробовать на каршеринге там как раз эти машины имеют мотор 1 4 литра его откровенно не хватает то есть если где-то вам нужно быстро куда-то встроиться выкручиваете мотор на максимум а ничего не происходит реально вообще поэтому здесь конечно есть смысл отдать предпочтение именно мотору 1 и 6 литра его хотя бы будет хватать расход топлива на этих моторов практически одинаковые проблемы этих моторов практически одинаковые поэтому как бы нет смысла брать мотор 1 и 4 но если вам нужна машина для действительно очень большого пробега по городу например для доставки или для того же такси да действительно мотор 1 4 литра он как минимум будет просто стоит дешевле именно из-за комплектации поэтому тут как бы под вашей задачей подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии рассчитываю на ваше взаимодействие что касается лакокрасочного покрытия она здесь в принципе достаточно слабая но такая проблема существует абсолютно всех бюджетных автомобилях современных поэтому решается это все обклейка автомобиля пленкой здесь обклеена пленкой только вот верхняя кромка над лобовым стеклом и все ну я посоветую еще принципе капот наверное обклеить ну тут уже на усмотрение как кому нужно принципе можно периодически подкрашивать но сколы не гниют потому что автомобиль действительно оцинкованный и качество кузова здесь реально очень неплохое если автомобиль где-то не ремонтировался то вряд ли вы в чине там первых десяти лет эксплуатации этого автомобиля столкнетесь с проблемами с коррозией что касается задних дисковых тормозов они с не во всех комплектациях и если вы хотите их получить придется переплатить за более богатую но вопрос нужны ли они здесь мне кажется нет потому что здесь комфортная скорость на самом деле вот 110-130 километров в час больше на этом машине есть уже не особо комфортно с этих скоростей автомобилей на барабанных тормозах легко становится обслуживать их проще кого-то менять не нужно поэтому принципе на них можно сэкономить мое мнение ну что пристегнулись поехали включаем дэшку и вперед машинка прям очень приятно мягенько так трогается и руль на самом деле очень легкий вот одним пальчиком можно его крутить но есть нюанс мы пока едем до 10 километров в час как только мы начинаем разгоняться мы начинаем чувствовать каждую кочечку каждую ямочку и на самом деле вот мне кажется это одна из самых больших проблем этого автомобиля то что вот прям колбасит с другой стороны если на небольшой скорости проезжать все эти неровности машинка их прям мягенько так обрабатывает никаких проблем есть немножко разогнаться то прям долбежка усиливается и но не очень приятно по поводу зеркал здесь нет какой-то сферичной зоны но тем не менее зеркал достаточно большие и вслепая зона у машины отсутствует здесь есть автоматический свет здесь есть куча всяких подогревов вот в этой комплектации даже из подогрев заднего сидения но это прикольно это реально очень неплохо по поводу конечно карты двери но узковато для меня на самом деле карта двери здесь узковато но в целом с этим можно жить по поводу подлокотника нормально вот я вперед максимально выдвигаю и достаточно комфортно для меня сиденье немножко узковато но человеку с комплекцией поменьше чем у меня действительно она будет вот самый раз потому что боковые поддержки здесь есть и они работают они действительно достаточно жесткие чтобы удерживать вас сиденье конечно кожаная отделка руля здесь прям вот классная в тему и кожаная отделка сиденья здесь было бы очень здорово тканевой смотрится все-таки немножко похуже но это не значит что она плохая нет смысла рассматривать такой автомобиль нет почему очень даже все приятно музыка качественно дисплей расположен удобно все читаем а и действительно я считаю что вот такое вертикальное расположение экранчика на самое удачное поскольку такой дисплей не будет бликовать на солнце и вы увидите в любую погоду камера заднего вида здесь тоже принципе очень неплохая и все принципе нормально то есть с точки зрения эксплуатации автомобиль действительно очень приятный на этом автомобиле возможно всего два варианта коробок передач первый вариант это 6 ступенчатый гидромеханический автомат и второй вариант это 6 ступенчатая механика обе коробки здесь очень хороши и в принципе они беспроблемные единственное конечно хорошо бы все-таки обслуживать особенно автомат каждые 60 хотя бы тысяч заменять в нем масло периодически прочищать от стружки поддон и будет вам счастье проезд он очень долго без каких-то проблем ну механики я тоже наверно каждые 60 100 тысяч зависимости от средств просто менял масло чисто профилактически хотя завод как бы этого и не требует что касается эксплуатации механика мне здесь прям понравилась очень сильно она вообще классная передачи втыкаются просто волшебно вот действительно очень приятно на не ехать и в связи с мотором 1.6 она позволяет на этом автомобиле в принципе ехать достаточно динамично это безбюджетных автомобилей один из самых динамичных вариантов именно с мотором 1.6 на механике и вот как она работает как она включает передачи как они вообще подобраны мне действительно было очень комфортно не ехать на автомобиле действительно для города существует 5 передач 6 передач уже исключительно для трассы то есть где-то после 90 километров в час вкидывайте 6 забывайте про то что у вас есть принципе механическая коробка к автоматической коробке у меня тоже претензий нет включаются передачи плавно четко без рывков машина действительно подстраивается под ваш стиль вождения но той динамики как на механике вот например даже с этим мотором в это автомата не получите но все-таки он немножко подтупливает где-то не так быстро скидывает передачу где-то он вот на повышенную перекидывает обороты когда он например на подъемчик ехать он может задержаться немножко на повышенной передаче и вы будете заезжать там полутора тысяч с другой стороны также незаметно потом просто перейти до 2 то есть на предпередачу ниже еще и машинка поедет поэтому действительно претензий к автомату тоже нет кстати ручка достаточно приятно приятно было за нее открывать головой кстати об эту штуку не шарахнулся по сравнению с kia sport и здесь она немножко все-таки относительно выше это приятно когда мы садимся в салон киа рью мы ощущаем себя в салоне более дорогого автомобиля потому что качество отделки здесь очень хорошее качество материал здесь очень хорошее расположение всех кнопок очень правильное продуманное действительно в плане эргономики киа идут вот наверное во главе этого бюджетного сегмента то есть если мы садились в kia sport и и там вот действительно докопаться было вот не до чего то есть действительно вот какие-то мелочи только меня смущали то здесь принципе ситуация повторяется если мы берем салон рено логан он действительно просто как-то вот ну эстетичный такое слово как эстетичный салон здесь такого сказать нельзя здесь все таки он выглядит уже во всяком случае более премиаре руль здесь очень приятный действительно в каждом исполнении держаться за него одно удовольствие кстати есть подогрев руля практически в базовой комплектации во второй и это классно здесь есть выемки чтобы удобно было держаться этого ставка сделаны под металл ах на действительно металлическая и это большой плюс опять же с кнопки управления магнитолой расположена неудобно кнопки управления бортовым компьютером опять же на руле и это хорошо причем есть регулировка руля как по вылету так и по наклону вы скажете так это же есть везде а я скажу что нет в некоторых комплектациях они умудряются не ставить например на схожем автомобиле hyundai accent регулировка руля по вылету есть только в ну средней комплектации и ближе к топовым по поводу мультимедиа во первых дисплей расположен практически вертикально это очень здорово с той позиции что он практически не бликует и его видно как передним пассажиром так и заднем музыка здесь очень приятная слушать ее одно удовольствие отображает он все в принципе здорово отрисован там все хорошо поэтому к мультимедиа вот именно в топовом исполнении у меня претензий вообще никаких я с удовольствием бы и с такой мультимедиа катался по поводу панели приборов она сделана очень стильно но при этом просто на ней нет ничего лишнего но все что вам нужно здесь отображается и смотреть на нее тоже приятно по поводу кнопочек все возможно здесь они все тоже очень интересно сделано кнопочки нажимать тоже приятно расположено все понятно вот там где нужно в плане эргономики тут на самом деле очень трудно докопаться опять же есть регулировка яркости панели приборов есть регулировка паузы в дворников вот самым базовом режиме так сказать самом медленном можно отрегулировать паузу и этой функции не хватает на том же рено по поводу материалов отделки вот например кулисы здесь сделано очень приятно опять же с металлической вставочкой с отделкой под кожу но почему-то ручник они сделали простой то есть даже кожи вам не умудрили сообщить и вот эту кнопочку можно было сделать и металлической вроде бы как бы ничего сложного но на этом сэкономили чувствуется все-таки какая-то бюджетность автомобиля по поводу подлокотника здесь он удобно тем что он выдвигается вы можете построить так как вам удобно и это большой плюс опять же в нем есть ниша которую можете положить какие-то ваши вещи здесь есть полочка под телефон возле этой полости расположены два прикуривателя то и заряжать телефон вам можно даже коротким кабелем чтобы не точить его через весь салон здесь также есть юсби есть аукс они в приятном месте в удобном они закрыты панели то есть вы особо не будете видеть свою флешку например это здорово бардачок здесь к сожалению маленький листа 4 туда входит только в сложенном состоянии но такой вот нюанс автомобиля на самом деле во многих автомобилях этого сегмента очень маленький бардачок единственное что очень узкая карта двери локоть на нее положить практически нереально и неудобно так ехать но с другой стороны подлокотник двери расположен тоже немножко низковато для меня и удобное положение для левой руки для себя здесь не нашел по поводу климатической системы здесь стоит кондиционер и на самом деле все здорово то есть прогревается он моментально буквально две-три минуты во салоне уже тепло в этой комплектации также есть обогрев лобового стекла опция безусловно очень приятная зимой то есть вы вышли пока все там со скрипком там мучаются вы просто нажали на кнопочку посидели минутку и поехали потому что у вас все оттаяло но есть нюанс эти нити обогрева лобового стекла они бросаются в глаза когда вы едете может быть мне конечно непривычки так было но они постоянно отвлекали меня от дороги у меня такое ощущение что что-то вот не так что-то не то здесь потом приглядываешь блин так это ж не интересно вроде все нормально едешь дальше потом солнце где-нибудь бликанет снова на них обращаешь внимание не очень это приятно с другой стороны вы получаете комфорт и удобство поэтому тут конечно решать вам опять же если вдруг вам прилетит сюда камешек замена этого стекла будет стоить очень дорого если у вас на машине есть каска ну без проблем да а так вы там попадете на 800 долларов где-то если ставить оригинальное стекло по поводу сидений они здесь достаточно удобны если берем ткань и обивку сидений она достаточно крепкая и не скользкая то есть приятно эксплуатировать такой автомобиль сидение обитых кожзамом здесь тоже очень приятный кожзам здесь такой мягенький и сидеть на нем одно удовольствие здесь есть ярко выраженные боковые поддержки как попы так и спины и из кресла вас не будет выбрасывать поворотах единственное что все-таки подушка сидений немножко коротковата вот я бы сделать чуточку подлиннее буквально на несколько сантиметров и мне не хватает поясничного упора вот все-таки здесь немножко там все слишком мягенько и под мою больную спину эти сиденья не очень хорошо подходят но кому-то они покажутся очень удобными на дальнее расстояние может быть действительно кому-то будет приятно ездить я знаю что у меня в сиденьях киа спина все-таки устает даже за поездку в полтора-два часа мне уже становится как-то вот некомфортно здесь уже помпончиком задел за крышу ну принципе она скошен назад поэтому так происходит по месту но этому все предельно ясно то есть я уперся прям жестко как снизу так и спереди вот колени меня прижало то есть место сзади откровенно мало единственное что спереди конечно отодвинулся назад тут прям чтобы так развалиться хорошенько ну а кто говорит что спереди будет низкорослый водитель не факт может быть там человек метр девяносто также развалится еще и сзади вопрос не сядете поэтому сзади места конечно мало в логане у меня был запас 45 сантиметров здесь запаса в принципе нет сиденье мягкое то есть я могу продавить коленями сделать водителю массаж опять же если вы даже детей сюда посадите никто не говорит что они будут вам так спинку массажировать и я больше скажу что они будут вам и массажировать поэтому просто готовьтесь к тому что вас немножко могут отвлечь от дороги из приятного здесь при топовой топовой комплектации есть подогрев сидений и это неплохо если неплохо с другой стороны кроме подогрева здесь нет абсолютно ничего не прикуривателя не обдув но в принципе это бюджетная машина поэтому ожидать от нее чего-то подобного не на подогреве спасибо да как говорится по поводу места если с нему шапочку и немножко вытянуть я упираюсь в крышу то есть здесь запас ну реально сантиметра три у меня раз метр восемьдесят два человек метр восемьдесят пять он войдет сюда впритык если он еще чуть повыше то он сюда просто не войдет ему надо голову будет прижимать в общем резюме какое заднее место здесь действительно очень небольшое и сюда если посадить то скорее всего только детей туннель здесь действительно низкий но опять же по ширине если сравнивать рено логан здесь меньше расстояние и трем людям здесь уже будет некомфортно поэтому если вам нужно место сзади рассматривайте рено логан там реально место больше давайте скажем пару слов о конкурентах этого автомобиля но первый и главный его конкурент и соратник это hyundai акцент в беларуси и соответственно hyundai solaris в россии что же это за автомобиль ну во первых это практически тот же самый автомобиль их делают как мы знаем концерн киа hyundai и делают все там идентичное потому что мотор у них одинаковые коробки у них одинаковые подвеска очень похожа но есть небольшие отличия как говорит владелец этого автомобиля а у него до киа рио был hyundai акцент соответственно предыдущего поколения говорит акцент просто дубовая машина эта машина действительно немножко помягче поманевренней но если сравнивать вот новый киа рио и новый hyundai акцент мне сети акцент показался чуточку мягче опять же я встречал информацию что у нового hyundai акцент стоят пружины уже от hyundai elantra и амортизаторы соответственно от нее же elantra это уже все-таки немножко автомобиль классом выше и действительно в этом случае объясняется то что этот автомобиль принципе ведется немножко мягче на дороге но то что киа рио более маневренная это все-таки факт потому что за счет от этой мягкости hyundai немножко более валкой в поворотах но выбирайте автомобиль с позиции которая вам больше нравится здесь нет какого-то вот прям то что вот киа лучше или вот hyundai лучше нет это один и тот же автомобиль но все-таки маркетологи дали вам вот этот выбор то что вы можете либо то купить либо то мне кажется они кстати очень неплохую денежку заплатили тому кто взял название из прайс-листа киа и переделал их в прочей станет потому что опции там все вот количество опций например она в одинаково опции те же самые но называются не по разному вы не найдете вот одного и того же названия вот чтобы одна опция называлась и в киа и хиндой одинаково да не блин вообще крысы я не знаю как они это делают но вы берете два прайс-листа и понимаешь чтобы они блин разные начинаете в 보고 копываются туда и поставьте что да нет там все 1 капу просто это счет называется абсолютно по-разному в общем ребят просто Берите прайс-листы и разбирайтесь Вот я на это вчера час потратил Но я более-менее какую-то закономерность В этом во всяком случае нашел И опять же Машину в России брать вам будет Невыгоднее чем в Беларуси Поэтому цены там абсолютно одинаковые На сегодняшний день за счет стида Куххенда Так что просто езжайте В ближайший салон официального дилера И покупайте такой автомобиль Нет смысла куда-то ехать в другую страну За такой машиной Если мы говорим про Volkswagen Polo Эта машина вам вообще не дает безопасности Вот такой как дает Kia и Lichon То есть там только две фронтальные подушки Опять же ESP там не идет в базе За нее нужно доплатить Причем за всякие приятные бонусы Типа там круиз контроля нужно опять же доплатить И вот это платить Volkswagen Мне на самом деле нифига не понятно Хотя с другой стороны эти машины Где-то на 1000 долларов дешевле Но если вы захотите добавить себе какой-нибудь пакет Приятненький, подлокотничать То он выйдет не дешевле Чем та же Kia Rio или Hyundai Accent Ну то есть ценник на Polo Реально более-менее достойна комплектации Это 15 тысяч долларов плюс Ну и сами считайте Давайте немножко поговорим О филийной части этого автомобиля По моему мнению Это самая красивая часть автомобиля Потому что ее дизайн бесспорно очень красив Если по поводу передней части Можно спорить Ну действительно вот например Мне этот дизайн не очень нравится Кому-то наоборот Он прям блин классно сделали То здесь реально очень здорово смотрится Багажник здесь с кнопки какой-то вы не откройте Он открывается или из салона Или с ключика Ключик кстати здесь реально очень приятный Он достаточно увесистый И его сделан тем приятным тиснением под карбон Действительно держать в руках его приятно Ну давайте откроем Надо задержать кнопочку И багажник открывается Открывается он действительно нормально Не так как на логане когда он чуть ли не заднее стекло разбивал А здесь все вполне себе приемлемо Как мы видим у багажника здесь есть дуди Эти дуди при закрытии багажника Уходят как ни странно внутрь салона И сжирают часть свободного пространства Поэтому вам придется все время учитывать то Что когда вы закроете багажник Дуди у вас войдут внутрь И возможно что-то либо покоцают Либо прижмут Ну как бы с этим можно жить Багажник здесь очень глубокий Есть эти вот боковые выемки за арками Куда можно вот как здесь положить Например огнетушитель, аптечку, еще что-то Есть ремешки которыми можно это все дело прижать И действительно здесь места очень много По поводу коляски Это говорит о том что коляска сюда войдет Даже не снимая колеса Ну в сложенном виде понятное дело Безусловно из коляски которые больше Ну просто подбирайте коляску сюда И она войдет без проблем Багажник очень глубокий Поэтому вы сможете туда поглубже запихать и все Но есть такой нюанс что если вам нужно что-то достать Из самых дальних уголков этой маленькой планеты Да как назовем То вам придется вот так вот корячиться Туда лезть Ну как-то это не очень круто Но с другой стороны Это объем полезной багажника Поэтому не могу назвать это минусом Ни в коем случае Сиденье здесь складывается Как правое так и левое Но опять же это опция Поэтому конечно тут они бабки зарабатывают на всем Но тем не менее Если вам нужно перевести что-то габаритное В этой комплектации во всяком случае Можно скинуть кресло И положить Лючка для лыж здесь нет Но не считаю это какой-то серьезной проблемой Потому что всегда можно поставить Рейлинги на крышу и бокс И туда запихать то что вам нужно Собственно я так и сделал Давайте сделаем то что владельцам Теорио приходится делать В основном для того чтобы залить туда Омывающую жидкость Открой мой капот Я наверное первый кто сюда залез С момента покупки этого автомобиля Что мы здесь видим Места реально очень много Нету таких элементов Для того чтобы обслужить которые Нужно будет например снимать бампер Там еще что-то В принципе все находится на виду Везде очень много пространства Вы везде здесь сможете влезть Все обслужить Все поменять Что касается надежности этих моторов В принципе все очень здорово Моторы очень ресурсные Очень надежные И каких-либо существенных проблем У вас с ними скорее всего не возникнет Ресурс этих моторов Может достигать 400-500 тысяч километров Но при грамотном обслуживании При грамотной эксплуатации Именно поэтому их и любят таксисты Потому что этот мотор Без существенных вложений У вас пройдет очень долго И в принципе по характеристикам Эти моторы очень даже неплохие Как я уже говорил Моторы 1.6 и 1.4 литра Здесь практически идентичны Поэтому я буду рассказывать про мотор 1.6 литра Подразумевая оба этих мотора Какие есть нюансы у этих моторов Первый нюанс Это отсутствие гидрокомпенсаторов То есть действительно Раз в 100 тысяч Очень желательно регулировать клапана Ну есть такие моторы Действительно с теми нюансами Никаких проблем здесь нет Единственное что в стороннем сервисе Не факт что он отрегулирует клапана Потому что процедура эта не очень простая Но в целом Официальный дилер это делает Без каких-то проблем Следующей проблемой этих моторов Можно выделить слабые катализаторы Начиная с 2011 года в погоне за экологией Действительно катализаторы стали более сложные И более слабые Плюс если вы заправляетесь некачественным топливом То они выходят из строя достаточно быстро На пробегах там 50-100 тысяч километров Вы уже можете столкнуться с этой проблемой Что же происходит? Забитый катализатор начинает закидывать Керамическую стружку внутрь мотора Соответственно на моторе появляются задиры От этого начинает уходить масло И если вы не сделаете капиталку этого мотора То скорее всего у вас произойдет совсем беда И мотор заклинит Поэтому лучше не затягивать Если у вас появилась такая проблема Действительно сразу в капитальце этот мотор И все С катализатором действительно проблема актуальна Поэтому следует следить за ними Следует следить за состоянием мотора И в целом стараться заправляться Только хорошим топливом Очередная проблема этого автомобиля Может скрываться в плавающих оборотах В принципе решается эта чистка дросселя заслонки И каких-либо проблем дальше у вас не возникнет Опять же могут какие-то посторонние звуки возникать из-под капота Это связано с работой форсунок То есть каких-либо проблем здесь действительно нет Многие жалуются на то, что в районе 3000 оборотов Начинает по кузову проходить такая серьезная вибрация Связано это с тем, что мотор вступает в резонанс И вот действительно начинает просто сильнее вибрировать Это особенность автомобиля И какой-либо проблемой это назвать на самом деле трудно Но тем не менее просто не пугайтесь, если у вас это произойдет В целом каких-либо других существенных проблем здесь действительно не возникнет Его просто нужно обслуживать и все В этом моторе также стоит цепь По заявлению производителя она не обслуживаемая Но хорошо бы менять хотя бы раз 150 тысяч километров Процедура эта не особо дорогая Но она может спасти вас от более серьезных проблем Таких как например загнутые колопана и капиталка мотора Поэтому просто если у вас вдруг она начала побрякивать А как-то определить На холодную вы слышите побрякивание, на горячую нет Скорее всего у вас уже начала растягиваться цепь И пора бы ее поменять Или просто профилактически на 150 тысячах ездите И меняете эту цепь Все В целом других проблем здесь действительно не возникает Мотор очень надежный, очень ресурсный И все с ним хорошо В теории если вы не хотите сталкиваться с проблемами с катализаторами Можно их вырезать, поставить в пламя гасители Прошить машину на евро 2 И ездить У вас еще плюсом несколько лошадей добавится Но я нисколько не поддерживаю эту позицию Потому что про экологию все-таки нужно думать Так у нас уже средняя температура начинает повышаться И бьют все рекорды Поэтому скоро достигнет того, что просто у нас будет в ноябре жара Просто заправляйтесь качественным топливом И проблем у вас не коснуться Давайте немножко поговорим о подвеске этого автомобиля Спереди здесь Макферсон Сзади неразрезная балка Это говорит о том, что в принципе подвеска уже по конструкции изначально достаточно надежная Каких-либо конструктивных проблем здесь уже нет На первых версиях были какие-то недочеты Но компания их быстро устраняла И в целом вот на этом автомобиле они уже все поисправляли Многие владельцы жалуются на то, что на больших скоростях Например на трассе машина начинает рыскать То есть ее уводят Она не очень хорошо стоит в полосе У нее нет какой-то устойчивости И в поворотах может ее немножко вытянуть В корне с этим не соглашусь Потому что на этих автомобилях крейсерская скорость составляет 110-130 км в час Быстрее они ездят просто неподготовленно Вот и все Поэтому если вы едете 110 км в час Вам комфортно, вам удобно Машина устойчива Стоит в полосе Ее никуда не выбрасывают Если вы где-то вышли на обгон до 130 То же самое Ничего с ним не произойдет критичного Если же вы на ней гоняете 150 плюс Ну извините, это не тот автомобиль Это бюджетный вариант автомобиля Она должна вас просто водить из пункта А в пункт Б Без какой-либо скорости Если вам нужно быстро ездить Смотрите немецкий премиум Смотрите фольксваден Смотрите шкоду Смотрите субару Они едут быстрее Этот автомобиль не приспособлен к движению на больших скоростях Поэтому не считаю это какой-то существенной проблемой Я ехал на этом автомобиле по трассе В принципе достаточно долгое время И мне было действительно комфортно Автомобиль не выбрасывал Единственный нюанс Присутствует незначительная парусность То есть от порывов ветра Машинку немножко вот подергивает Но опять же ничего критичного Например на Renault Sandero Это выражено гораздо сильнее То есть она повыше Ну и опять же если брать X-Line Все-таки она чуть повыше И там этот эффект опять же более ярко выражен Если мы говорим про лео седанчики То каких-то проблем с устойчивостью на трассе у нее нет Опять же в разумном диапазоне скоростей Какие выводы хотелось бы сделать по поводу этого автомобиля Во-первых автомобиль относительно надежен Почему относительно? Потому что корейцы с момента появления на нашем рынке Делали автомобили с ресурсом 200-300 тысяч километров На тот момент когда они появились Немцы были более надежными Они делали полумиллионники, миллионники То есть автомобили которые проходили более 500 тысяч километров без проблем Но потом появилась коробка DSG Потом появились моторы TSI, TFSI И немцы сдали позиции Действительно эти моторы там Те же 1.4 литра TSI Они вылетали там чуть ли не на пробегах 50 тысяч километров Там у них растягивались цепи Задебало клапана Да что-то там не было Действительно немцы очень сильно сдали В плане надежности Но корейцы при этом продолжили выпускать автомобили С ресурсом 200-300 тысяч И на фоне немцев они уже стали казаться действительно надежными И на сегодняшний день Когда большинство производителей рассчитывают на пробег 200 тысяч Такие автомобили Которые в принципе 300-400 тысяч могут проехать Считаются уже действительно надежными агрегатами За первые 300 тысяч Вряд ли вам придется сильно много вкидывать в этот автомобиль Если вы будете его обслуживать Следить за ним Как-то вот ухаживать Заливать качественное топливо Заливать качественное масло Почаще его менять Следить за состоянием катализатора Здесь машина действительно требует обслуживания Но при этом она готова вам дать ресурс Если мы сравниваем их с Renault Logan Logan действительно по цене очень сильно выигрывает Потому что ценник на топовый Logan Будет составлять где-то 14 тысяч долларов Если мы рассматриваем автомат Там близко к 15 Но опять же до 15 тысяч он выйдет Если мы рассматриваем эти автомобили То с автоматом, с мотором 1.6 Они будут уже 16-17 В топовой комплектации 18 тысяч долларов И на самом деле вот 2-3 тысячи долларов По сравнению с Logan переплатить за такую машину Не знаю на самом деле Есть ли смысл Потому что эти автомобили лучше Logan чем Первое это конечно интерьером Интерьер здесь гораздо приятнее Второе Здесь гидромеханический автомат У Logan это будет вариатор Тоже конечно ресурс там 150-200 тысяч И как бы вопрос на самом деле Есть ли смысл его смотреть По поводу клиренса Клиренс у Logan все-таки немножко повыше будет Но опять же Есть типа Rio X-Line Но Rio X-Line это та же самая Rio Но дороже Причем так капитально дороже Там разница в цене почти полторы тысячи долларов Багажнику X-Line кстати не особо больше чем здесь Поэтому есть ли смысл рассматривать X-Line Мне кажется нет Это бессмысленная трата денег Но если мы загоняем эту машину и Logan на плохую дорогу Logan там однозначно выигрывает Потому что по энергоемкости подвески Ему нет равных в этом сегменте Здесь же подвеска действительно жесткая И вы будете чувствовать вот каждую ямку Каждая какая-то неровность на дороге Это безусловно минус этого автомобиля По поводу расхода топлива Ну примерно одинаково будет Единственное Logan да чуть-чуть больше наверное будет кушать По поводу устойчивости на трассе Тоже то на то на самом деле До 130 км в час вы особой разницы в рулежке не почувствуете Что у Kia что у того же Renault Но по месту сзади Renault однозначно выиграет Поэтому я не считаю что эта машина лучше на эти 3000 долларов На которой она дороже чем Renault Logan Но тут мое субъективное как говорится Решать только вам Некоторые жалуются что у этих автомобилей достаточно дорогое обслуживание Не могу такого сказать Плюс мы имеем гарантию 150 тысяч километров или 5 лет За это нужно что-то платить Поэтому я считаю что эта гарантия компенсирует разницу в обслуживании Между теми же Renault Например у которой гарантия 3 года и 100 тысяч километров На самом деле мне эта машина очень понравилась Но еще больше мне понравился Hyundai Accent И я считаю что у этих автомобилей есть только один реальный минус Это цена Но справедливости ради хочется сказать Что у Accent гарантия все-таки 100 тысяч километров А у Kia 150 Поэтому если вот вы выбираете между двумя автомобилями Вам важна безопасность И вы хотите получить еще и гарантию продленную То есть ну вы допустим будете ездить больше 150 тысяч Конечно вам есть смысл отдать предпочтение именно Рио Потому что по цене от Accent она не будет сильно отличаться По комфорту от подвески тоже разница там минимальная И возможно это вообще мое субъективное То что мне Accent показалось чуть-чуть мягче Поэтому тут вы вообще не задумываясь Берете Рио и все ездите на нем Но если вы хотите рассмотреть эту машину в топовой версии То есть за 18 тысяч долларов Прокатитесь на Duster Вот просто съездите в Реной и прокатитесь на Duster Потому что топовая версия Duster стоит те же 18 тысяч долларов А это уже другая машина Это уже полный привод, дизельный мотор, другие габариты А по обслуживанию он будет выходить ровно так же Поэтому смотрите, что вам ближе, что вам ляжет на душу Машинка достойная, рассматривать можно и нужно Если вам было интересно это видео, подписывайтесь на канал Ставьте лайки, пишите комментарии Кстати, я оставлю в описании e-mail канала На который вы сможете лично ко мне обратиться Например, если у вас есть какая-нибудь интересная идея для съемок Или у вас есть интересный автомобиль, который вы готовы мне предоставить на обзор Пишите, я с удовольствием откликнусь и буду вам очень благодарен Так что спасибо, что смотрите меня Смотрите мои другие видео На канале их уже достаточно много Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok